добрый день добрый вечер уже меня зовут наталья я сегодня как и обещала расскажу вам про овербукинг что это такое почему возникает и что можно сделать с этим чтобы избежать этой ситуации а пока инстаграм отправляет нашим подписчикам уведомление прямом эфире я вам покажу место где мы сидим сегодня сегодня мы сидим в ресторане пупероне он находится торговом центре европолис посмотрите его так ну что начинаем тогда да что такое овербукинг овербукинг это бронирование сверх бронирование то есть когда чаще всего это этот термин применяется при разговоре о авиаперевозке то есть овербукинг в самолетах и овербукинг в отелях что касается самолетов бывает вы бронируете билет приезжаете в аэропорт вам горитой мест нет поэтому мы вам можем предоставить другой рейс другой билет там переночевать в отеле бывает такое в россии это признана практика незаконной поэтому компании несут достаточно серьезную ответственность за такие действия что касается овербукинга в отеле как правило мы с говорим об овербукингах отелей которые находятся за границей если честно вот совсем честно между нами девочками чаще всего грешат турецкие отели овербукингами хотя сейчас недавно относительно были ситуации когда кубинские отели прямо вот выстрелили с овербукингами прям очень много и очень такая скандальная история была когда бронировали все один отель и в итоге привозили в другой в общем что происходит на самом деле когда мы встречаемся с термином овербукинг я буду рассказывать на примере отеля мы имеем ввиду что у авиакомпании те же резоны имеется подразумевает они тоже самое когда мы говорим об отелях отельеры бывает и даже часто бывает продают номеров больше чем у есть номерной фонд таким образом там я например разговаривала там с одним отельером в анталии мне рассказала девушка о том что у нее там например на новый год продано у нее минус 15 номеров и подожди подожди как это минус она говорит в смысле у меня продано уже речь была тогда в августе на 15 номеров больше чем есть реально на самом деле отельеры таким образом подстраховываются как раз связи с историями с букингом да когда люди могут отменить свое бронирование без штрафов там вплоть до до заезда практически да там небольшие сроки оставляют booking когда вы можете отбить бронирование вернуть все деньги соответственно может и просто не приехать в отель и даже ничего не платить что касается этой ситуации собственно почему она происходит да ну конечно отельеры перестраховываются прежде всего в ней страдают самостоятельные бронирование то есть те брони которые идут либо напрямую в отель либо через сайты агрегаторы такие как ну тот же booking 3 вага да там много других раз тем не менее вы в этом случае в случае овербукинга вы всегда получаете свои деньги обратно что происходит если вы покупаете тур через турфирму полный пакетный тур и сталкиваетесь с ситуацией овербукинга ну разумеется надо звонить своему агенту и объяснять ситуацию тем не менее часто туроператор вас селит он в любом случае вас засели вопрос в том чтобы он заселил в отель уровнем выше либо аналогичным либо уровнем выше вот это вот закон законодательно прописано и на другие действия туроператор просто не имеет права если он туроператор предупреждает вас через вашего агента о том что такая ситуация случилась и отельер отказал в бронировании так как у него там на 100 мест больше продано чем есть на самом деле вы всегда имеете право отказаться от тура полностью вернув все деньги либо вы можете согласиться на варианты которые предоставят вам агент в данном случае конечно чтобы не терять отдых лучше согласиться на них что касается у нас с авербукинга самостоятельных бронирования давайте я вам прямо вот несколько примеров приведу у меня родственники ездили ну бывает ездят на выставке международные буквально этим летом столкнулись с ситуацией когда в берлине отель незадолго до заезда вернул деньги на карту то есть мы с вами прошлый раз уже разговаривали о том что сейчас вот моя дочка смеется на тему на эту тему в тушь она знает эту ситуацию хорошо у нас мы говорили с вами прошлый раз говоря о букинге о том что ваши средства деньги списываются при заезде до этого момента они блокируются на карте и списываться уже при начале актуальной вот фактически оказаны услуги а тот момент у нас вернули деньги на карту с которой платили и сказали что ой извините у нас что-то почему-то не проходит ваша карта извините мест больше нет в отеле реально что происходит на самом деле так когда вам ательерка говорит вот рассказывает о такой ситуации имеется в виду что имея допустим три номера ательер через туроператора или другого именно крупного поставщика постоянного своего агента клиента получает заказ предположим на 5 на 7 номеров а у него есть фактически только три на эти даты разумеется он будет убирать ну предположим берем даже там варианте 7 номеров нужно да он 4 номера отказывает тем людям которые впервые к нему обратились которые обратились сами как самостоятельное бронирование и подтверждает более крупного поставщика наверное так же как и везде в мире до лучше все-таки разговаривать с позиции сильной стороны и партнеры которые у которых есть история партнерская конечно является сильной стороной для каждого поставщика как и для авиакомпании так и для отеля поэтому собственно это пожалуй все что я могу рассказать такого бавербукинге если у вас есть вопросы пожалуйста пишите спрашивайте да я вот пока еще в прямом эфире могу прочитать сказать вам ответить на ваши вопросы есть вопросы ну пока не вижу даже каких-то там строчек намеков буду считать что я раскрыла тему если нет пожалуйста комментируйте как и на этой неделе мы буквально завтрашнего дня будем обсуждать с вами новые темы что вы хотите чтобы я вам рассказал о путешествиях что вы хотите узнать чего вы не понимаете путешествие или какие-то другие вопросы у нас оказалась тема вот действительно там с перевесом в один голос выиграла тема авербукинг горящие туры я опять запущу в голосование и ну соответственно жду ваших голосов ваших предложений по прямым эфиром была очень приятно удивлена активностью у нас всего проголосовала 19 человек и на самом деле для такого молодого аккаунта который я вот сейчас веду я считаю это очень хорошим результатом поэтому всем вам большое спасибо ну в общем на сегодня прощаюсь и на следующие на следующей неделе опять будем выбирать новую тему будем голосовать за ту тему которая интересно вам встречаться выходные ну всего хорошего пока пока